Вот в ноябре 2019 года у нас закончился договор с управляющей компанией «Скалово-Горской ЖИК». Вот мы нашли другую компанию, договорились, собрали общие собрания. Они, кстати, приехали, рассказали нам обо всем. И мы составили протокол, отвезли его в жилищную инспекцию. И жилищная инспекция проверяла наш протокол до января 2000 года, пока другие вот такие вот представные лица свой протокол не вбросили. Мы написали заявление в жилищную инспекцию. 77 человек из дома написали заявление, что подпись их поддельная, что это фальшивка. Вот, да, Татьяна Васильевна, это все так и было. Подожди, потом мы пошли на прием в жилищную инспекцию. Первый раз нас принял Ким, что ли? Первый раз нас Ким принял, а второй раз нас принял сам Вербин. Мы попросили, говорили, помогите нам уйти из этой компании, мы больше не хотим с ними работать. Потом, значит, 21 марта мы Вербина пригласили в наш дом, ой, двор. Он приехал, как раз в это время взяли вот эти деревья, обпилили, здесь была куча мусора во дворе. Вот, он приехал, выслушал нас и молча уехал. И после этого еще было три протокола фальшивых вброшено. У нас есть из прокуратуры Волжского района письмо, извещение, что все три протокола фальшивые, что там все подписи поддельные. Вот, это было три протокола. Потом мы думаем, как же нам от них избавиться, как же нам уйти от них. Мы решили создать ТСЖ. Опять обошли весь дом, очень заочные голосования. Подписали все, эту самую... Да, протокол сделали, все. И прошли мы регистрацию как юридическое лицо. 26 апреля, уже этого года. 26 апреля. 29 апреля эти все документы понесли в жилищную инспекцию. Там, значит, спустя какое-то время, после праздников, придрались, что мы не написали почтовый индекс. Куда нам документы посылать? Снова все переделали и счет везли. Следующий, значит, у них был шаг такой. Они... Мы там не указали, с какого числа мы приступаем к этому... К управлению своим домом. Вот. Опять все документы переделали, написали им 12 июня. Потом, после этого, они отложили регистрацию нашего дома, жилищной инспекции, еще на месяц. Да, затягивали. Дело в том, что они уже начали говорить, что им надо согласие с Колово-Горской ЖЭК, чтобы мы от них ушли. Вообще, ну... Да, целый месяц. Потом еще на полмесяца отложили. И в результате у нас уже... А, и вот, когда последний раз отложили они, у них появился протокол, этот... Фальшивый опять. Вот жировой инспекции. Он по квартирам ходил, как вам не стыдно. Кто ходил? Кто ходил? Александр ходил по квартирам. Да, начальник участка с Колово-Горской ЖЭК. Что, Антонов? Нет. Начальник участка с Колово-Горской ЖЭК ходил по квартирам и частично собирал подписи. Но набрал их, я не знаю, сколько, но мы уже написали в жилищную инспекцию снова претензию. Мы собрали под эти заявления, что их подписи фальшивые, поддельные. И от... Ты подписала. И 43 заявления, и 39 этих в коллективной жалобе подписей. Вот, им отнесли. Результат, конечно, никакого пока нет. И мы решили вот обратиться к вам. А чего вот вы вот взяли последний польщик? А потому что они выставили на сайт, на свой, там эти были выставлены бюллетени, фамилии были замазаны. Начало начальное и вот где расшифровка. А подписи-то, они видны, и мы с этими вот бюллетенями, да, мы с этими бюллетенями ходили по квартирам, предъявляли, да, ваша подпись, нет, не моя, ваша подпись, нет, не моя. В общем, вот произошло вот такое вот событие. Ну, заведено три уголовных дела. Три. Все документы передали в полицию. Это после проверки прокуратуры. Да. Вот они в декабре месяце, 25 декабря, они передали все документы по уголовному делу в полицию, чтобы найти тех, и наказать тех, кто подписал эти протоколы, подделал, да. Вот, сначала одна дознаватель работала три месяца, ее удалили, потом вторая дознаватель работала три месяца, потом приходил этот участковый, брал на почерковую экспертизу наши подписи. И вот, представляете, даже полиция прислала ответ, что неустановленные лица, здрасте, неустановленные лица подписали эти протоколы. Если полиция пишет, неустановленные лица, это о чем говорит? Значит, когда ходили представители, Светлана Николаевна, представители управляющей компании, первый раз, когда они фальшивые бросили подписи, и мастер Антон ходил. Ну, значит, с них надо было взять подписи, и сразу бы определили установленных лиц. Ну, я не знаю, и это вот уголовное дело уже год у нас длится, мы две подписи никак не можем расследовать, кто же у нас это подписал. Я сегодня провела всего два часа. Вот эти все сведения, которые я сейчас озвучу, это взято с сайта, значит, Министерства строительства ЖКХ, сведения сайта ГЖИ в нашей области и сайта управляющей компании ООО «Сокологорская ЖКХ». Как Министерство строительства ЖКХ, где зам министром является Александр Николаевич Мышев, могут утвердить наш протокол о смене управляющей компании или по выбору ТСН, если учредителем ООО «Сокологорской ЖКХ» является Мышев Андрей Николаевич. Это кто его? Братик, да. Разве Министерство ЖКХ утвердит наш протокол, когда учредителем его братик, и он же интересован оставить эту управляющую компанию. Это первое. Второе. Как может ГЖИ, возглавляемая Вербином Сергеем Юрьевичем, правдиво рассмотреть вопрос по поддельным подписям в протоколе в пользу управляющей компании ООО «Сокологорская ЖКХ», когда эта компания принадлежала Жуковскому Михаилу Григорьевичу. А теперь Жуковский при Государственной жилищной инспекции является председателем Совета Союза управляющих организаций Саратовской области и еще сопредседателем регионального штаба ОНЭФ в Саратовской области. А в августе 2020 года является руководителем Общественного совета по вопросам ЖКХ при правительстве области. А бизнес-партнером ЖУКХ является Андрей Андрющенко. А Светлана Викторовна Андрющенко, кто она там, ему жена, дочь, кто там, не знаю, является соучредителем управляющей компании «Сокологорская ЖКХ». Отлично, да? Вот цепочка, начиная с Андрющенко и заканчивая Министерством строительства ЖКХ, от которой при попустительстве государственной структуры жители никак не могут уйти. Опять цепочка. Ну и как там выводится? Вот коррупция какая, да? Когда одно звено цепочки цепляется за другое. И вопрос ко всем структурам власти, что в Саратове возрождение рабства от управляющих компаний, ну и какой наш выход. Ну вот она цепочка, начиная с Андрющенко, жилищная инспекция и Министерство строительства ЖКХ. Вот эти сведения, это с официального сайта, я вам сказала, Министерства, ГЖИ и сайт нашей управляющей компании «Сокологорская ЖКХ». Уважаемый Валерий Васильевич, убедительная просьба, прислушайтесь, пожалуйста, к нашему интервью и помогите нам уйти от «Сокологорской ЖКХ», чтобы мы могли сами управлять своим домом и навести порядок в нашем доме. Потому что более 10 лет управляет эта компания, дом пришел в упадок, крыша у нас стекла, водостоки не ремонтируются, с канализацией более 5 лет не ремонтируются, в подъездах нет никакой уборки, если сухая уборка и проводится, то в 3 месяца раз. Стекла у нас уже все вылетают в окнах, в общем, ну тут можно перечислять столько недостатков, что не хватит всей передачи. Валерий Васильевич, молодцы, убедительно, просим, ну наведите порядок в своих структурах, ну чтобы действительно они не влияли на принятие решения собственников дома.